Настало время серьезных ставок и ярких побед. Добро пожаловать на MarathonBet, где каждый день вас ждут тысячи спортивных событий, оперативная поддержка и самые высокие коэффициенты. MarathonBet. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Генерал обороны. Но ведь в Грузии всегда был культ атакующего футбола. Но я атакующий за счет. Рабановский и Берска – это ярчайшие тренеры. Они были великие тренеры. А какие были призовые? Что вы получили за ту победу? Ну, в Тбилиси, Волгу дали хотя бы? У нас из Англии было прекращение, из Испании, Италии, Германии, Франции. Скажите, а что вот собой представляет современный грузинский футбол? Смотрю состав – одни грузины. И правильно. Отнощение футболистов – это для меня было неприемлемо. Хочу такие слова сейчас сказать. Что надо делать людям, чтобы вырастать в Месси и Роналду? Работать еще раз – работаться. Я уважаю Гвардиона. Всем привет. Сайт ТВ приветствует вас. Мы решили приехать в Бериси, где есть хороший стадион, хорошее поле. А самое главное – у нас есть хороший гость. Александр Чевадзе – генерал обороны. Как придумали в свое время английские журналисты. Меня зовут Алексей Андронов, Кирилл Дементьев вместе со мной. Александр, а вот при каких обстоятельствах появился этот титул, так скажем? Ну, в 1984 году мы играли в товарищескую игру в Англии, на Уэмбрии, против сборной Англии. И мы там два ноль выигрывали. И после игры английские журналисты написали. Александр Чевадзе – генерал русской обороны. Вам понравилось? На погоны. Я помню, что у вас бывает другая история с товарищеским матчем, когда к вам должен был нигерийский мэр, кажется, приехать в Нигерию, Грузию. Когда вы главный тренер. Когда вы сказали, что вы так в политбюро, когда шли, так не одевались, как на встречу с этим. Да, нет. Ну, там же 40 градусов, там, Джаридо. Так. И вы в Гауцке были. Ну, нет. Каждый – да. Ну, а потом, когда пошла игра, я… Про эту игру очень любит Ривас Адвеладзе рассказывать. Да, Ривас Адвеладзе, там же он уже риже. И Хакадзе любит рассказывать, когда на пятой минуте вынесли носилки, потому что он получил травму. Шелли лег на них и сказал, уносите, я играть не буду. А после недели они обыграли сборную в Болгарию на чемпионате мира. Ну, я тогда согласился, что в нашу сборную, там же мы еще не были, там, членами УФА, ФИФА, и… Ну, да, Рахалкадзе мне сказал, что полетишь в Нигерию, команда, ну, мощная такая. А наши игроки только Цхададзе и Кицбе играли за границей, а остальные все местные. Чемпионат Грузии играли. И сколько ни говори, сколько там ни показывай, тогда на себя ты почувствуешь, какая разница между тобой и между сборами Нигерии. Сильная была команда, да? Конечно, конечно. И 1-0, кстати, да. Как раз, по-моему, Арвеладзе и забыл. А когда мы в аэропорт прилетели, он же риджи такой, а там Нигерийцы первый раз увидели. Резуар первый раз, вот так еще больше. Какие волосы у меня. Вы знаменитый защитник, но ведь в Грузии всегда был культ атакующего футбола. Ну, я атакующий защитник. Да, но все равно, вот редкий случай, чтобы именно грузинский защитник вышел настолько на первый план. Вы же были, собственно, капитан команды, на вас все смотрели. Ну, до меня был еще Муртас Курцелова. Тоже любил атаковаться. Ну, кстати, я больше всех мячей забыл, как защитник. И сейчас я помню, по-моему, в российских газетах написали, что этот рекорд в Советском Союзе, что столько ничего, что в Центральной защитник забыл, наверное, не останется. Ну, Янашевич, я думаю, что уже забил, наверное, больше с учетом пенальти. А как вы вообще стали защитником? В детстве же наверняка в атаке играли. Да, в детстве, вот сейчас я, вот такое мнение, что вот дети до 12 лет, не надо им играть в одиннадцать, против одиннадцать. Надо играть семь на семь, шесть на шесть. Чтоб и атаковать научиться, и защититься. Универсально, чтобы играть. И вот я в полузащиту играл. В 72-м я играл в Твилиси, в футбольной школе молодежи. И мы стали чемпионом Советского Союза, в Учгороде. Примастеров была такая. Я выбрал полузащиту. А вот в 77-м году, когда мы играли против Кросс Хопперс, сейчас у меня 1-0 выиграли, а там при счете 2-0, я обыграл вратаря, и уйдет в пустые ворота, хочу забивать, и сзади меня убивают, и судья не назначил чемпионаты. А что так, и Тегашвили был центральным защитником, он со своей половиной приближал, и оскорблены там судьи, и дали ему 5 игр. На следующий год мы опять на Кубок УФа играем, и вопрос центральной защиты был. И Нодор Ахалкати решил, чтобы меня поставить центральной защиты. Ну и вот так стал. У вас долго в сборной была еще связка с Ухилидзе? Конечно, да. Вот как работалось вам с тренерами, которые не из Грузии, с Бесковым, с Лобановским? Оба, вот Лобановский и Бесков, это ярчайшие тренеры, они были великими тренером. Но Лобановский, все говорят, что он очень любил физподготовку, как вы это все воспринимали? Нормально, нормально. Без физической подготовки, какого успеха ты добиваешься? Ну считается, что Грузины детенируются, только играют. Если бы ты не был физически подготовлен, ты не попал бы у Лобановского сборного. Но я, вот Лобановский нам говорил, вот как вы смотрите на сегодняшний день, какой у вас тактика такая. Но я более к Бескову. Как Бескову нас предлагал, как играть, я вот в сторону Бескова. А с Лобановским у меня спорят. А вот он позволял спорить? Позволял, да, позволял. И о чем вы спорили? Ну, например, Лобановский все время говорит, что не надо, вот, допустим, соперника на край, чтобы они подачу делали. И он все время говорит, что лучше в середину заходить. А представщики сейчас в середину вместе заходят, а не заходят. А я говорю, нет, лучше на край. Бескова тоже так говорит, лучше на край. в середину. В середину заходит, один под себя и сразу бьет поворотом. А сейчас, ну, вы знаете, что, Робановский принадлежал таким тренеру. Он любил английский футбол. И все время, ну, у него было такое, он так смотрел. Ну, он позволял. А подключаться к атакам тоже разрешал? Это уже от себя это идет. Это тренер не скажет, чтобы ты подключился. Это сам ты должен быть таким игроком, что ты тоже чувствовал сейчас, когда надо подключаться, и это все. Ну, вы чувствовали хорошо. Вот прошло уже 36 лет. С какими чувствами вспоминается в тот день? Ну, как вам сказать, что этот, для Грузии, это был, ну, такой знаменательный дата. Я помню, когда Динамо Твилиси стал чемпионом Советского Союза в 64-м году. Ну, вся Грузия, мне тогда 9 лет было, из Твилиси там, все на улицу выходили. А мы, что мне нам рассказывали, что вот 15 мая мы вернулись в Череметьево, и Нодорохалка сказал нам, что возьмите свои сумки, и Эдвард Шевернадзе прислал чартерный рейс, положите ваш багаж. У нас есть кадры, где вы с Кубком выходите. Да, вот и сперва надо выходить в Череметьево, там 10 тысяч грузин приехали. А в тот Кубок можно было что-то налить, или он был закрытый? Конечно. Грузин не был. Это разве можно, да. Есть очень популярная история о том, как вы зачитывали команде телеграмму от Ильи второго. Да, этот вот никогда на Дорохалкации не останавливал меня, его когда из раздевалки выходил, он не сказал. И мне встали, и он зачитал, Ильи второе там прислал, свой как ввел. Влиял это как на команду? Конечно. Когда первый человек, тебе на поле не ходишь, это уже, это поле уже, поле сражения там. А как вас угораздило отдать бутсы от Ари Габеля? Ну, я как профессионал все время. Несколько пар возили? На двое дни, ну, две пар возили, и Габелю там сумку потерялся там. Я отдал и подарил. А он потом играл еще? Да, играл, ну. А какие были призовые, и вот что вы получили за ту победу? Какая-то премия, премия или? Что за премия? 600 долларов, по-моему, да, и больше ничего. Ну, в Тбилиси Волгу дали хотя бы? Очередь. Очередь на Волгу? Мне никто не подарил. Там 14 тысяч стоило. Ну, очередь, ну так. Вас не приглашали за границу играть? Нашу команду где-то. Почти всех пригласили, но приглашали, но также в Мислах приходило, чтобы ты... Почему? А кто нас отпустил? Ну, Зинченко же отпустили в Австрию. Это уже когда мы заканчивали игру в Австрию, в какой-то лиге, а там... Там еще и рабочая команда была типа, Парапита. У нас из Англии было приглашение, из Испании, Италии, Германии, Франции. Но капитан команды, Тинамат Тбилиси, капитан сборная команды. 20 рублей за МВД. Наверное, вы когда приходили в Тбилиси в ресторан, вам, наверное, заплатить не удавалось никогда? Ну, в рестораны мне очень редко ходили. Вообще-то... Но узнавали все? Конечно. Там аппетит, деньги не брал. Но все время этот пригласил. А если вам вот хотелось просто выйти, чтобы вас не узнали, как-то это можно было сделать или... Нет, невозможно было. Не узнать все это в Грузии или даже в Советском Союзе. Там темные очки, парик, борода. Скажите, а что вот собой представляет современный грузинский футбол, на ваш взгляд? Ну, как вам сказать, сейчас... Вот у меня такое мнение, что вот есть у нас одаренные ребята, но они не знают. И сейчас дефицит, я скажу вам, дефицит детских тренеров. Я вот, когда меня в команду брали, Динамо Тбилиси, мне было 18 лет. Я только мог играть в футбол. А чтобы надо было еще и накачать там, это пресс, мускули там, это, это... Я, к сожалению, не знал. И за два года я две игры сыграл за Динамо Тбилиси в 8 составе. В 74-м, 75-м. Вот эти за два года я из тренажера не выходил. И мне повезло еще, что тогда в Динамо Тбилиси играли Хурциллава, Дзодзошвили, Асатьяни, Ноди, которые нас подсказывали, на чем надо было обратить внимание. И это мне повезло в этом плане. Так что вот я вам говорю, два года я из тренажера не выходил. Вот когда у нас было двухразовые тренировки, Нодара Халкаци, Вова Гуцева, Ду Кипианы давал... 35-я школа есть там, там легкотетическая школа. И там они ходили на утренние тренировки, там, чтобы физически подготовиться. Обе, Ягутсаве, Кипианы не было такого. Есть природные, вот Хурциллава, Доросель, природные у них это было. А есть городские ребята, которые выросли в лодях там. Мы только играть могли в футбол, а вот чтобы сила была бы, да. И вот я два года так потерял. А вот как стал 21-го, все, тогда игру не пропустил. Ну а современный грузинский футбол, в чем проблема? Почему нет результата? Результат это, это такое сейчас. Тогда Динамо Тбилиси была сборная Грузии. Играли в чемпионат Советского Союза. Все одаренные были в одном клубе, Динамо Тбилиси. Еще была торпеда Кутаиси. И Гурия Ланчхуди. И Ланчхуди. Оттуда приходили очень талантливые ребята. И Кутаиси, и Ланчхуди играли на первой Советского Союза. Была еще девятая зона там. И я еще могу сказать, что чемпионат Советского Союза был один из сильнейших. Ты все время был, ну как вам сказать, не мог себе давать, чтобы ты расслабился. Все время ты под напряжением тренируешься. Вот сейчас я заканчиваю игру, а на следующее утро уже вылетаю в Москву в сборную. Там Новогорске. А там обедаем, и Лобановский вечером говорит, надо тесты. Да. А если ты там тесты не сдаешь, обратно вились. А вот эти все истории, что игроки Дибирийского Динамо могли там после матча собраться в ресторан, там вместе выпить. Это все правда? То есть это не запрещали? Ну, это очень редко. Это в сборную можно было, потому что после игры ты на следующий день летаешь там. Ну вот говорят, что Ахалкацей тонко чувствовал этот момент, иногда давал выходной и говорил, ребята, можно. Ты должен знать, когда. И так как профессионал, ты должен чувствовать, когда дашь себе расслабиться. Я все-таки пытаюсь понять, в чем же проблема современных гражданских футболистов? В том, что не ходит в тренажерный зал? Ну, я еще говорю, если глубоко посмотрим, я говорю, вот дефицит, дефицит таких, ну, вот ты должен смотреть на футболистов. И вот, когда Ахалкацей пришел в команду, Давид Кипиани играл крайне нападающим. А Ахалкацей посмотрел и поставил его на том месте, где играл Кипиани. Значит, тренер же ходил на первом плане, да? Вот я играл в полузащите, а Ахалкацей выделил меня и поставил в центральную защиту. Ты должен игрока смотреть, какое у него качество, где он может себя показать в лучшую сторону. Это уже другое. Это тренер так не объяснишь. Ты должен быть, очень глубоко должен знать футбол. Смотрите, я помню, что в последнее время в Белийском Динамо очень много было легионеров, милостранные тренеры. Сейчас открываешь приложение, где счет показывают. Смотрю состав, одни грузины. И правильно. Вы считаете правильно? Правильно. Я считаю, что правильно. Легионеры не дают ничего? Ну, если ты возьмешь легионеров, он должен быть. Не легионер 36 лет, когда ему. Зачем это? Ты легионер берешь, знаешь почему? Потому что ты приходишь на Кубок УФА, чтобы он тебе помог. А вот сейчас мое мнение, как одаренный футболист появится, что он ушел за границу в хорошем клубе. Ну вот, Ананиджи ушел. А что? Плохой игрок? Нет, хороший игрок. А что грузинский футбол от этого получил? Нет, мы сейчас в грузинском футболе, мы сейчас думаем только на сборную сейчас смотрим. А клубный футбол, это еще время надо. Только на уровне. А за российским чемпионатом следите? Ну, более-менее так смотрим. И российский, и украинский, и для русских. Вот сейчас финал был Кубка Семин против Тарханова. Вы, наверное, обоим знаете? Да, обоим знаю. Оба мои друзья. И там что драка была тоже там. Была, драка была, да. И Локомотив взял Кубок. Тарханов тоже делился как игрок. Уже не русский стиль, он техничный был. Вы помните игру Тарханова? Да, да, он яркий был очень. В сборную вместе играли. Семин. Семином вряд ли вы играли. Семин играл за Динамо. Нет, он старше меня. Он и в Динамо в Москве играл, а потом... В Спартаке. Первый иголой в Еврокубке. Спартака забил Юрий Павлович Семин. Да. Вот так вот, немножко откатываясь к началу нашего разговора, вы, как генерал обороны, не могу вас не спросить об этом, а кто самый титулованный футболист постсоветского пространства? Знаете? Как не знаю. В Советском Союзе всегда были ярчайшие. Нет, постсоветского. Постсоветского, да. После того, как развалился Союз, вот с 91-го. С 91-го года. Кто самый титулованный футболист? Это... А я вам сейчас скажу. А ну да, перечислим. Каха Кавадзе, который выиграл Лигу Чемпионов в два раза. Да, правильно. Правильно. А, после... А, я думаю, только российского? Нет, нет, нет. Ну, Кавадзе, конечно. Шевченко, Кавадзе там. Вот. Вот. Как вам Кавадзе? Как... Руководитель. Руководитель, который сам играл на этой позиции. Правильно. Убедавшийся игрок. Взят клубок чемпионов там и что. Он стал примером. Вы с ним работали как тренер? А вот что в нем такое есть, чего нет других? Как Кавадзе ушел из Динамо Киева. И он иногда уже не мог там в Киеве работать и хотел уйти из Киева. Лобановский восстал и стал Кавадзе. И правильно сделал. Так что надо еще выходить в хорошем клубе там. А что у него есть? Какие у него качества, которых нет у других? Ну, первый профессионализм. Это как? Профессионализм. Как это? Ну, это общее такое. Профессионализм – это очень многое там, знаешь. Что входит? Все входит там. И подход к тренировкам, игре. Как он до сих пор в режиме находится там. Вот сейчас он в политике и он над собой тоже работает. Он целеустремленный такой человек. И я очень рад, что я с ним в близких отношениях. И я сейчас его хотел, чтобы он тоже вирус как политик. Можешь стать президентом? Время покажет. Ну, человек популярный в любом случае. Конечно. А нынешние футболисты «Динамо»? Ну, понятно же, что с вами не могли выйти даже в темных очках. Вот сейчас как в Грузии живут футболисты? Я думаю, нормально, но… Популярный? Не так, но… Хотелось бы, чтобы популярный убили, но… Надо достичь успеха, чтобы народ узнал лицо. Для вас последние результаты, ну, так скажем, сборных, которые осколками Советского Союза являются. Последний чемпионат Европы. Взять хуже команд, чем Россия и Украина, там, наверное, и не было. Как вы воспринимаете? Ну, я против… Когда я смотрел на сборную России, просто мне вот… Отнощение футболистов… Отнощение футболистов – это для меня было неприемлемо. Да для нас, для всех это было, конечно… Отнощение. Вот когда играют они, а так… У них лицо такое, вот… Как будто… Ну… Для меня это неприемлемо. Как будто что? Ну, ты играешь за сбор в своей стране. А… Хочу такие слова сейчас сказать. Вот… А ты выходишь там… И к сердцу не принимаешь. Ну… Не в другой стране выросли, да. Ответственно, самое главное. Вот как в семье, там… Вот уважаешь родителей, там… Уважай старших, там… И потом… Когда на тебя смотрят, там… Идут… Нельзя. Ну… Абановский любил говорить, коллективной ответственности не бывает. Коллективная может быть только без ответственности. Ну… Абановский… Знаешь, что говорил. Но… Игроки… Переходили… И… И… Играли… До конца, там… И… Ну… А что делать, чтобы… Что надо делать людям, чтобы… Вырастать в Месси и Роналду? На уровне. Ну… Ну, вот в России, в Украине, в Грузии. Что надо делать? Работать… Еще раз работать. Вот… Вот у нас работают. А вот… Кокорин работает. Вот… Сейчас активно… Вам это близко… Центральный защитник, да. Активно обсуждается тема, что у нас последние десять лет… Какие десять? Пятнадцать? Ни одного центрального защитника не появилось. Вот Кирилл комментирует матчи сборной и видел этих центральных защитников… Всех уже пробовали, пока, да… Сложно. Это не только в России. А вы… Что делать? А вы назовите… Вот сейчас во всем мире… Вот сборная Испании, там, играет Рамос. Да. И Пике. И Пике, да. Ну, как вы сейчас смотрите? Вам не нравится Рамос? Он быстрый, прыгучий, забивает много. А он… А вот, что можете играть там? Вот как… Давай перехватывает и идет комбинацию. Он только на стандартной ситуации. И он сейчас, в противом месте, что попытается делать этот подкат. Да. Классный центральный защитник себе даст позволить такое. На их половине поле-то. Да. За что ему желтую, собственно говоря. Да. Красную, да. Да, да, да. Красную. Вы же смотрели, наверняка, чемпионат мира. Как вам Ноя, который в игре с Алжиром был практически центральным защитником? Да, конечно. Вот так сейчас берестаев в Севераторе, там. Тож не умеет. Я уважаю Гвардиову. Но все, вот эту школу, я очень уважаю Йохану Круеву. Он все это придумал. Когда вот в 1974 году, и до этого, там, Аяк стал чемпионом Европы, там, тогда все знают, что нападающий должен играть на своем месте, там. А Круев все тотальный футбол. Там Михелс, там Круев, там. Вы помните, как в финале, там, две минуты, там, немцы не могли отобрать мяч у голландцев. И Круев встал в центре. Взял мяч, и с мячом зашел в трофную, и Фокс не мог догнать его. И тогда Хионе сделал пенальт. Уже вот универсиализация пошла, да. Но выиграла, да, все равно Германия. Ну, ясно. У немцев была очень сильная команда, да. Там очень много звезд было, чем у голланды. Там, в Голландии, там, Круев, Нескинс, и Джонни Рев, так, так. Еще они в состав попадали, нет. Ван Ханнеге, монитортура. А там играли, там, Фокс, Беккенбауэр, Брайтнер, Оверрад, Мюллер, и что там. Совсем Хионестом. Так что, вот, Гвардио, какой футбол сейчас там показывает, это для меня идеально. Я все-таки к Нойеру хочу вернуться. Правильно. Ну, я стал центральный защитник. Отобрал хлеб, получается. Да, нет, отлично. Вот. Так играл, как центральный защитник. Игру понимает, дает пас. Так что, вот к этому идет сейчас. Мы в прошлом году были на матче одном киевского Динамо в Еврокубках, и там ваши партнеры тех времен стали говорить, да перестаньте вы назад отдавать Шавковскому. Он учился, когда пас назад был разрешен. В руки можно было вратарю брать. Не может с ногами. Ну, это проблема Шавковского. Ну, проблем это нет, потому что ему это и было не нужно, по большому счету он даже не всегда отворотный. Дорджин, Дорджин. Одиннадцать человек, когда выходит, не. Первый раз вратар должен уметь пойматься. Нет, это самое главное. Если еще играешь, в поле должен быть, да. А в ваше время, кстати, в вратарии задействовали как-то? Ну, на тренировку, в квадрате. Да, вот габели, допустим, да. И так он смотрел все? Смотрел нормально. Мог бы в поле играть? Мог, ну, он мог играть, да. Хорошо играл. Кстати, Ноя расспросили, чего бы он добился, если был бы полевым игроком. Сказал, наверное, играл бы где-нибудь во второй или в третьей лиге. То есть, если был бы полевым игроком. Ноя сильнейший игрок. Скажите нам, как генерал обороны, а кто сильнейший центральный защитник всего этого мира? Вот мне трудно сейчас сказать, потому что… Я могу сказать свое мнение. Давайте. Хумельс. Нормально. Нормально. Созидательный. Очень хороший защитник. Банучий в Ювентусе. Банучий тоже. Вот Хумельс тоже. Вот Созидательный. Отличается от других немцев. То есть, вам не нравится защитник, который может только в аут убить? Вот сейчас… Представим сейчас игру. Вот. Сейчас, вот как команды играют, или на своем поле все десять игроков, или на поле соперника. Вот когда ты… Когда вот десять игроков защищается, а из четырех защитников никто не умеет подключаться. Счастья игроков может забить мяч десятерем, которые они на своем поле. Значит, должен уметь играть, да? И в пас должен уметь… Вот как Альвис сейчас забил. И пасы дает, да? Ну, в обороне минусы у него. Но как он подключается, да? Еще, когда он подключается, это уже внезапно, да. И подключается, и личного игрока сейчас он показывает там. А вот сейчас все тренеры думают, как на двадцать пять, тридцать метров. Чтобы на каждом вот этом участке, чтобы личный игрок был. Вот это главное. А вот чтобы быть личным игроком, или играть в одно касание, или в два касания, ты должен еще много бегать. Вот когда игрок получает, как в Барселоне, когда у одного игрока есть мяч, у него два игрока своих свободных, которые могут или ему передать, или ему передать. Есть много вариантов. Так что, вот это и универсализация. Вот сейчас еще много говорят, что вот этого нет, опыта нет. Вот Зинядин Зидан сразу стал тренером Реала. Значит, мне это главное, чтобы он опыта имел, что десять лет. Сразу стал, и сразу выигрывал все. Я вам так скажу, когда Матер Замер стал тренером Дортманской Баруси, у него тоже не было никакого опыта, он выигрывал с ней чемпионат. Правильно. И Бекенбауэр тогда сказал, что его заставляли Замера получать лицензию. Он сказал, зачем ему лицензии, он знает больше, чем те, кто эту лицензию дают. Правильно? Конечно, мы правильно. Вот Созидателем, Централь, Защитник в последнее время, как в Замер играл. Мы зададим по паре вопросов, быстрый, чтобы был ответом, на выбор условно. Хорошо. Я начинаю? Да. Романцев или Газаев? Ну, Газаев играет Кубок Уэфа. Так. Ну, все это сказано. То есть Газаев? Да. Сапирави или Аркацители? Сапирави. Вы любите белое? Белое, да. Сапирави можно 2-3 стакана, а Аркацители можно 2 бутылки. Представим себе шашлык, ткемали или социбели? Шашлыку не ткемали не подходят, не социбели. А что нужно? Ничего не нужно. Если есть хороший шашлык, у него есть свой сок, без ткемали и без этого надо. А зачем тогда ткемали и социбели? Для чего? Это для показуха. Подписывайтесь на канал Австай.ТВ Академия Академия Продолжение следует...